Добрый вечер, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада, с вами Наталья. У нас вечерние посиделки, за окном идет дождь, все кругом темно, сейчас я вам покажу. Там темно, там светло, а там темно. Поэтому, только что прошел ливень, но еще он идет, уже не лень, просто дождь идет. Ну, как нам сегодня обещали, так и есть. Авокадо мое, смотрите, новые веточки, новые листочки, здесь тоже. Другая авокадо, у него совершенно другие, вот два авокадо, совершенно разные листья. Сорт разный, наверное. Вот, герань моя, еще один вылез, цветочек, того у нас сейчас пока четыре. Сейчас мне надо будет потом спрыснуть землю, потому что пакет сняла, пленку. Эти-то уже вырезали. Вот такие дела. На балконе немножко темновато, там давно висит белье, да, стирку никто не отменял. Ну, стирки немного, чуть-чуть совсем, но все равно. Поступили ко мне два вопроса. Ну, девочки, я ведь не профессиональный психолог, честно говоря. Это только мой опыт, ну, какая-то, может быть, интуиция, какие-то знания, но я не профессиональный психолог. Я могу сказать свою точку зрения, как вижу я это. А уж если решать проблемы, то все-таки надо идти искать психолога и решать эту проблему. Что у меня спросили? Были ли у меня в жизни предательства и как я их пережила? Конечно, были. Девочки, ну, рассказывать какие и где я не собираюсь, прожившиеся три года, чтобы тебя не предавали, ну, это нонсенс. Меня и подруги предавали, и друзья предавали. Вот коллеги никогда не предавали, честно сказать. И с мужем были нюансы какие-то, да, не без этого. Ну, не совсем там, прям, предательство предательство. Но я в то время считала, что меня предали, да, обидели девочку. Мое видение этого. Переспать с этой мыслью, если тяжело идти к психологу. Ну, что я уже решила, так, уже взрослая девочка лет к сорока, что если меня предают, неважно, в мелочах, не в мелочах, эти люди для меня просто не существуют. Я желаю им здоровья. Я говорю, вы идете своей дорогой. Меня вы не знаете. Поэтому, если встретите на улице, убедительная просьба не подходить, не здороваться, не разговаривать. Ну, я такая подруга была. С которой мы практически потом... Ну, я ее простила. Но я не хотела с ней общаться. От слова совсем. Мне просто были вот люди... Я-то никого не предавала. У меня не было даже мысли такой, кого-то предать. Но этот человек для меня просто больше не существует. Но он уже поистине существует. Мы с ней не общались, ну, наверное, лет восемь. Хотя мы были очень близки. Но потом, так, знаете, подло нагадить. Я сказала, все. Я тебя не знаю. Знать не хочу. Пускай у тебя все будет хорошо. На самом деле у нее было все плохо. Сначала у нее муж умер от рака. Через четыре года от рака умерла она сама. У меня не было мысли ей желать этого. Я желала, чтобы у нее все было хорошо. Единственное, о чем я желала и о чем я просила, если мы встречаемся в городке, пожалуйста, не подходи ко мне. Нездоровайся ко мне. Мы друг друга не знаем. Но она согласилась с этим. Все. То, что муж там, ну, это, знаете, такие предательства такие, как сказать, подлинненькие, знаете, такие мужицкие. Обмануть. Уехать на рыбалку. А сказать, что поехал туда-то. Или сказать, что пошел в гараж. А сам с мужиками вот это где-то. Самое интересное, он все время попадался. Я говорю, ты куда пошел? В гараж. А почему я иду, и вы у соседнего дома на скамейке сидите с мужиками и пьете пиво? А ты зачем, говорит, туда шла? Я говорю, я шла по своим делам. Но ты всегда попадаешься. И он прекрасно знает, что мне врань бесполезна. Выскочит очень быстро. Ну, вранье же тоже своего рода предатель стал. Ну, про эту тему я могу сказать. Забыть, отпустить, даже если муж. Если вы хотите с ним жить дальше, это ваш выбор. Если друзья, если это не родственники, с этим проще. Намного проще. Но девочкам, которые попадали в ситуацию, что вас предавали мужья, это моя точка зрения, это мое видение. Если тебя обманули раз, это может быть случайность. Но если тебя обманули два, три, тебя просто держат за идиотку. Поэтому, чтобы не быть идиоткой, ну, я, наверное, здесь с Быковой соглашусь. Надо разбегаться. Если вы хотите быть жертвой, если вы хотите, чтобы вас и дальше обманули. Мужчин политика такая. Она съела раз, съест и два, проглотит и три. Но вы понимаете, что вот эта боль, предательство в вашей душе, она в первую очередь съедает нас. Если вы не прощаете и не отпускаете ее, болеть будете вы. Но это уже давно доказано. У нас онкология от чего? От обид. Не надо обижаться. Я еще раз, я уже говорила про обиды. Обиды, я не знаю, бы рассказала я вам или нет, но вот у психологов, когда читаешь или слушаешь психологов, немного документов, сын приносил, лекции я читала. Значит, что такое обида? Тот человек, может, и не хотел тебя обидеть, а в твоей голове что-то перевернулось, и ты обиделась на этого человека. Но тот человек не виноват. Это твои проблемы. То есть это как бы я обиделась, это мои проблемы. Значит, у меня что-то в голове. Он не хотел тебя обидеть. Он не специально, что он, сейчас я пойду, как вот сделаю. Нет. Это бывает вот так. Ну, даже без злого умысла. любую обиду надо прощать. Насчет предательства тут уже решает сам. Сам. Но если вы предательство простили, вы должны про него забыть. И не надо потом человеку об этом напоминать. Он скажет, ты же, говорит, простила меня. Если простили, значит, эту ситуацию надо отпустить. Про нее надо просто забыть. Если вы не прощаете, не надо не мстить. Это пустое дело. Надо просто разорвать все отношения. Ну, это мое видение. Еще вопрос. Ну, насчет вот предательства. Ну, я сказала, что да, были. Много было. Дальше. Написала мне девушка, женщина, которая говорит, как мне быть, если я переживаю и воспитываю детей, я на себе тащу больных родителей, я еще работаю в той сфере, где сфера обслуживания тоже пожилых людей. я обслуживаю мужа и все делаю я. Как то ли не сломаться, то ли как выйти из этой ситуации. Ну, что хочу сказать? Это у психологов есть такая тема. Это когда человек на себя все взваливает, все буквально. Детей, родителей, работу, общественную деятельность. И он считает, что вот если он не помоет полы и твои близкие придут и увидят это, кому-то от этого будет плохо. Тут я считаю, что нужен психолог. Да, нужен психолог. То, что это не оценится никогда, нет. Во-первых, у человека должно быть свое я. А тут человек или он эгоист и он хочет быть, чтобы ему были все благодарны. Поэтому он за все хватается, все делает. Тут несколько версий. Но я говорю, эту тему должны прорабатывать психолога. Почему ты все тянешь на себе? Дети. Дети вырастут и твоей жертвой никогда не оценят. Редкий случай, ну, скажете вам спасибо. спасибо. Но в основном сейчас такие дети, которые они скажут спасибо, потом скажут, а я тебя не просил об этой жертве. Вот ты из-за меня тут распласталась, ты здесь три смены работала, чтобы я учился в институте или еще что-то. Есть благодарные дети. Но в основном им этого не надо. Они когда вырастают, они многие дети говорят, что своим родителям, а вот эти жертвы были зря. Родители как? Я тут тебе помогал. С другой стороны, каждый такой родитель, который вкладывает своего ребенка, вкладывает, и потом ждет, что на меня сейчас корону оденут, я такая хорошая. Да, мой ребенок будет мне прям, мамочка, мамочка, всю жизнь до гробовой доски говорит, мамочка, как я тебе благодарна, мамочка, как я тебе благодарна. Есть такие дети, я не исключаю, но процентов 80, они скажут спасибо и уйдут своей дорогой. А вот родители потом сидят и думают, какие у меня неблагодарные дети. То есть люди, которые стараются все и для всех, чаще всего забывают про себя. А ведь жизнь одна. Это дети, родители, пожилые родители. Ну, тут уже я понимаю, что или надо на кого-то перекладывать эту обязанность, потому что тяжело совмещать дом больных родителей. Ну, когда живут еще вместе, это вообще, это детям еще тоже, внуки потом начинают. Я знаю, что это такое. я просто помню, когда моя мама жила с сестрой, ну, так как они съехали с квартирами, у них такая была цель, я бы сказала, ради бога, когда мама осталась одна. И когда моя мама, ну, она ничего делала, она просто старый человек, который, ну, свои требования. И вот к мальчишкам она вот пристанет, к сестре, к пацанам, Люду приходит с работы, они, вот бабушка достала, она вот бабушка то, бабушка, сестра все время говорила, она как я была между молотом молотовая, мне все время говорила, молчите, не хотите делать, развернулись и ушли. Но если вы бабушке хоть раз скажете, грубо, ой, тут стоит, ой, кроссовок чей-то, на него капает вода, нормально, подвинула, деду, что ли, кроссовку, надо убрать. И она, понимаете, с одной стороны, она оберегала маму, маме она не могла сказать, мам, но не трогай-то, ребят, не, но она говорила иногда, мам, ну не трогай-то, ребят, да отстань ты от них. Мама, конечно, возмущалась, как-то, как, вот, они такие здоровые, такие лбы, ничего не делают, ты все одно тянешь. Она, сестра говорила, ну я тяну, мам, я тяну, ты-то что нервничаешь? А с другой стороны, она ребятам рот затыкала, вы понимаете, как это тяжело. Я не знаю, есть ли у этой женщины родственники, есть ли сестры, братья, которые могли бы часть ухода за родителями пожилыми взять на себя. Но все-таки иногда, во-первых, больные, пожилые люди, они манипуляторы. Да. тут надо ставить четкие грани. Я знаю, что пожилые люди, это тот же самый ребенок, капризный, который вот достанет тебя, нет, ты не должна погладить это белье, или ты не должна вот это сейчас сделать. Ну, как-то надо их немножечко, чтобы они не обидеть, но их ставить на место. Мама, у меня будет время, я приду и сделаю. и немножечко оседать, потому что, когда, если вы будете вступать в диалог с манипулятором, это затянется до крика, ора, до всего. Он просто будет вот наседать и наседать, потому что ему это надо, потому что он манипулятор. Строить четкие границы в помощи детям, в помощи родителям. Опять же, девочки, я не психолог, это как вижу я, как я вот читала и как это вижу. И дальше, работа. Я прекрасно понимаю, как тяжело приходить с работы, где ты работаешь с такими же практически больными людьми, тяжелыми, с проблемами. И приходишь домой, еще и дома это накладывается. Я понимаю, что очень тяжело. Поэтому я вот таким людям, кто вот мне написал про это, как, как, как. Я еще раз говорю, я не профессиональный психолог, от слова совсем. Поэтому в этом случае есть бесплатная психологическая помощь по всех городах. Просто позвонить по телефону и рассказать. И вам в какой-то момент подскажут, помогут. Не надо на себе все тянуть. Особенно наши русские женщины. Ну, почему мы любим на себя все это навешивать? Мужей, детей, родителей, внуков, и дом, и работу, и все это тащить. А жить-то когда? Вы знаете, я, может быть, неправильно поступила. Я очень быстро своим детям выписала больную. Ну, на теркокраничах было. Я им сказала, я вас вырастила, я вас выучила. А дальше сами, 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 сами. Нужна помощь? Придите, попросите, помогу. Даже когда моя дочь уезжала в Испанию, вы думаете, я была очень за? Или была против? Я поняла, что она взрослый человек, ей 30 лет с гаком. Почему я должна ей что-то советовать? У нее самой уже был ребенок. Помочь? Да. Пускай ребенок доучивается в первом классе. Оставляй со мной. Езжай, занимайся своей личной жизнью. Потому что это ее выбор. Это ее... Чего я буду ее привязывать к своей юбке? Поэтому я считаю все-таки, что детям надо давать свободу. Детям надо ставить определенные рамки. Детей надо приучать. И детей надо воспитывать в уважении к родителям. А уважение когда? Никогда мать орет и заставляет тебя делать. Ааа, быстро садись, сделай то-то, то-то, то-то. Почему он это не сделал? Или ааа, ты не можешь сделать, я сама все сделаю. Вот это большая ошибка. Если это нужно сделать ребенку, пускай он сам сделает. Пускай он делает плохо, но он должен сделать сам. И потом понять, в чем его ошибка была. я тоже много наделала делов с детьми своими, тоже очень много. Я тоже на себя когда-то все это, как это одеяло, натягивала все проблемы домашние, проблемы детей. Но со временем, может быть, это уже с возрастом, опять же, это мое видение, я сказала, нет, все, хватит. Хватит. Поэтому у нас и с мужем так, у нас сейчас в данный момент уже лет 10, а муж 15, у нас просто ровные параллельные отношения. Мы живем в одном доме, мы ведем общее хозяйство, мы относимся друг к другу с уважением, помощь нужна, пожалуйста. У него свои интересы, у меня свои. Ну, потому что когда мы воспитывали детей, у нас был общий интерес вырастить, вылечить, выучить детей. Дети выросли внукам, помочь, помогали много. И сейчас я еще помогаю с внуком, но стараемся отодвинуть. То есть теперь он живет, как он сказал, теперь я живу в свое удовольствие, я ни перед кем не отчитываюсь с внуками, то есть он делает то, что он хочет, он ездит на рыбалку, когда он хочет. есть дома обязанность, он делает мужские обязанности, есть у меня обязанность, я делаю женские. Надо, он мне поможет. Если я нужна в какой-то помощи где-то поддержать, я помогу. но я говорю сейчас, в данный момент, мы ровно, спокойно идем параллельно. Уже нет такого, что вот, знаете, как в молодости, ааа, ааа, ты не сделал, я тебя просила. Нет, нет, сейчас намного спокойнее. Вот, что-то я еще немного наговорила. Я еще эту тему разовью, да, еще мы поговорим на эту тему. Вы мне пишите больше, какие у вас проблемы, как вы решаете проблемы с своими взрослыми детьми и невзрослыми детьми. Вот, как заработать уважение детей, ну, вот тут, вы знаете, даже трудно посоветовать. Меня, конечно, спросили об этом, ну, вот как? Как? Я бы сейчас вернусь. Знаете, как? Как говорит батюшка Павел Островский, если хотите сохранить хорошее отношение со своими детьми, перестаньте их раздражать. А теперь каждый об этом подумайте. Как можно жить с ребенком, чтобы его не раздражать? Вы обратите внимание на своих детей, когда они раздражаются, по каким вопросам, когда вы к ним подходите. Значит, надо подойти с другой стороны. Вот он говорит так, так же в Библии написано. Не раздражайте своих детей, они будут вас уважать. Ну вот, вроде бы и все на сегодня. И так уже болтаю, болтаю. Вы меня слушаете, слушаете. На этом я с вами прощаюсь. Пишите, девочки, мальчики, свои вопросы. Пишите свои истории. Можете без имен, без всего. Просто вот такая история, вот то-то-то-то-то. Будем разбирать. я еще раз говорю, чем могу, я помогу. Но если требуется профессионал, лучше обратиться. Это так же, знаете, как приходишь к одному доктору, а доктор видит, что это не его проблема. Он говорит, идите к своему специалисту. Я, например, офтальмолог, я не могу вам как чурорка посоветовать, что у вас там с ногой. Ну вот как-то так. Все, всем пока-пока. Хорошего настроения. Да. У нас опять все затягивает, сейчас загремит, сейчас будет опять тощ. Все, пока.